На станции скорой помощи прибавление. Два новых автомобиля марки УАЗ выделили городу по областной программе. Машины получили также Архангельские городские поликлиники номер 14, 2-я городская клиническая больница. Также Верхнитуемская, Виноградовская, Коножская, Няндамская и несколько других районных больниц. На приобретение автомобилей в программе были заложены 9,5 миллионов рублей. Здесь эти УАЗики самые долгожданные автомобили. Проходимость транспорта как нельзя лучше подходит для спасения человеческих жизней. Так называемые военные машины Северодвинская станция скорой помощи получила по областной программе развития здравоохранения на 2013-2014 годы. Игорь Кодинцев работает скорой, водителем и механиком седьмой год. Считает УАЗы простые как в обслуживании, так и в управлении. У новых машин есть, конечно, свои особенности в том, что они новые, но к ним надо и руки прикладывать. У УАЗика, я говорю, у него проходимость хорошая. И везде заехать можно. Он меньше габаритами, удобнее. УАЗик он проходимый. Сейчас очень много вызовов на даче. То есть они как бы все равно машина проходимая, которая везде пройдет, все равно что-то в нашей дороге. Сейчас на станции скорой помощи 29 автомобилей «Газели», «Фиаты» и «УАЗы». 23 из них, полученные 6 лет назад, уже имеют изношенность 100%. Тем не менее, машины до сих пор выезжают на вызовы. Такую ситуацию медики называют критической. Ведь по нормативам каждый медицинский автомобиль должен служить не более 5 лет. А в день каждая бригада скорой помощи выезжает по 14, а то и 16 раз. Эти автомобили нам необходимы, потому что мы обслуживаем и деревни, и Онежский тракт. И проходимость зимой у нас бывает затруднена. Машины полноприводные. Они будут модернизированы. Красная полоса нанесена в соответствии с ГОСТами. В сентябре этого года станция получит еще один автомобиль. Медицинские работники надеются, такое обновление войдет в традицию. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска.